Вы часто спрашиваете у меня в комментариях Вова, но откуда у тебя столько денег? Ты постоянно путешествуешь, что столько повидал Ох, могу лишь посоветовать смотреть мой канал, где я рассказываю о своей работе Да, именно творчество открывает у меня райские врата порока Так ты хочешь узнать, откуда у меня средства на такую роскошную жизнь? Бизнес На очередном заказе, как обычно, притворяемся, что что-то делаем Ладно, на самом деле это грунтовка, первый этап перед росписью Для Цобота успел уже что-то напакостить Настя, моя коллега в этой авантюре, не хотела, чтобы раскрывал в видео секрет переноса эскиза на стену Якобы конкуренты начнут тоже использовать проектор, бла-бла, но это мое кино Да и этот лайфхак уже не свежее моей молодости, так что почему бы не поюзать? К слову, персонаж этого не моего фильма использует проектор не всегда, только если поверхность работы большая и трудно учесть все деталей В основном я просто рисую эскизы в телефоне, мне кажется, так проще Так можно иметь и сфотографировать и в фотошопе наложить на эскиз и проверить четкость, в нескольких этапах будет нормик К тому же с проектором в странные моих путешествия не особо удобно ездить, так что обхожусь эскизом Ну короче как все было, очередная 1000 леонерка купилась на мою природную мужскую харизму И видимо мы игромоны побудили ее задуматься о детях, поэтому она решила заказать детскую, вернее роспись детской Предполагалось, что она будет ориентироваться и на мальчика, и на девочку, но конечный результат, потом будет видно Что-то пошло не так Ну нет, на самом деле эскиз был утвержден, но мне кажется, что это не совсем бинарная роспись Так можно сейчас говорить на ютубе? Это первая демо-версия Pony, там дальше он сходит на окрашивание и немного поменяет свой стиль Ха, теперь и Настя на очередь делает детали Я думаю, это Карма за то, что она была сторонницей этого армейского режима работы Мы просто когда сотрудничаем с Настей, выбираем такой режим, что работаем по 12 часов, и это как-то не очень хорошо Сказывается на работоспособности Я вообще люблю Чил Настя начала вторую версию этого Пегаса Рога Он наконец эмилировался и теперь больше вписался в общую атмосферу с появлением голубых оттенков и все такое Кто это тут? Котю завезли Вернее, это кошка, она сама приходила и терлась вся мою ногу Меня обычно смущают такие вещи, потому что меня вообще застенчивый человек Когда нужно Если ее поставить на превью, это увеличит мои показы Если кто-то вообще доходит до этого момента Я вообще мечтаю завести кота только для того, чтобы снимать с ним тиктоки, потому что я сам их смотрю и я давно хочу кота Я придумывал им имена, да, это будет два кота Я, наверное, не буду их озвучивать, но они довольно тупые По-моему, это то, что нужно для кота в тиктоке Поэтому это должно состояться, думаю, через какое-то время Котя, ладно, я озвучу имена Это будет Кисулькин и Мяурисио Насколько это тупо, можно написать в комментариях Но, по-моему, это идеальные клички для котов Потому что они соответствуют тому, кто они есть Типа, они милые И мяукают Это полезная информация Я просто до сих пор не разобрался с тем, как бы Что я хочу донести этим видео И вообще любым видео мне просто нравится монтировать Ну, мы близки к финалу И... Та-дам! Вот она, красотка По-моему, получилось довольно эффектно Я не знаю, правильно ли это слово для живописи Но это не совсем живописи И вообще это коммерция проклятая, капитализм и все такое Поэтому я просто поставлю музыку И тут будет склейка кадров Если ожидаетесь Я оставлю ссылки на свои соцсети и на инстаграм Блядь, нельзя говорить слово Насте Поэтому все внизу О, маааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа в общем всего доброго до встречи Субтитры сделал DimaTorzok